Вячеслав Володин думает о нас Вячеслав Володин смело в первый класс Чтобы научиться жизни и всерьез Деньги и подарки в школу он привез Как себя сейчас ощущает Володин? Я думаю, он в ожидании провокации А ты готовишь против него провокацию? Я готовлю против него провокацию буквально прямо сейчас Провокативную провокацию Я тоже? Да А вдруг у нас одна и та же провокация? Смевайся, я так долго работал над своей провокацией Ну я, как бы, ты можешь обработаться, но до уровня моей провокации Ты просто никогда не дотянешь, поэтому, скорее всего, это разная провокация Буду я учиться на пятерке Буду хорошо себя вести, чтобы стать, как Вячеслав Володин Не могу его я подвести Представь себе ситуацию Так Летит самолет В самолете летят Путин, Мишустин и Матвиенко И самолет разбивается Так Ну, это вымышленная ситуация Разбивается самолет Или пандемия Или прилетают инопланетяне И забирают всех троих В общем, так или иначе Россия остается без трех самых высокопоставленных чиновников В чьих руках тогда окажется управление страной? Так я подумаю Пока над Путиным проводят бесчеловечные опыты инопланетяне Власть должна оказаться в руках Наверное, в руках Вячеслава Володина Потому что кто же еще? Он главный человек в Госдуме Спикер Госдумы И он один из лидеров И самых главных людей в Единой России Больше некому, потому что все, кто выше него Подвергаются бесчеловечным пыткам Володин Все правильно, Володин Я согласна Его формально можно считать четвертым человеком в государстве А если по публичности, то, если честно, вторым Он лицо главной, самой большой правящей партии И автор нетленного принципа Кита, на котором стоит весь путинский режим и идеология Есть Путин Есть Россия Нет Путина Нет России И если бы не Путин Не было бы сегодняшней России Вообще, знаешь, сложно представить человека Который любит Путина больше, чем Володина Если бы, знаете, был такой чемпионат по обожанию Путина То Володин бы каждый год занимал там все призовые места России повезло, у них есть сильный Путин Путин, он живет проблемами человека И он делает все для того, чтобы они решались А после Путина будет Путин На самом деле, Вячеслав Володин идеальный Самый канонический путинский чиновник Он вписался в эту систему так органично, что без него уже почти невозможно ее и представить Он понял и освоил ключевой принцип работы Хвали Путина так, как будто лучшего человека в мире не существует Хорошо вот пришел президентом Владимир Владимирович А что было бы, если бы кто-то другой пришел Приноси Путину то, что он хочет больше всего Заветные проценты для единой России И тогда ты сможешь жить как настоящий король Можно будет все Воровать, строить дачи, летать на частных самолетах И зарабатывать миллиарды на тайном бизнесе И никто тебе не скажет до слова Ну, наверное, пока не соглашусь Потому что 17, 18 и 19 сентября В России пройдут выборы в Госдуму И Володин, конечно же, хочет в них участвовать Он избирается по округу в Саратове Вот по самому городу Саратов Ему очень нужны ваши голоса И в ближайшей неделе, поверьте Вы просто из каждого утюга будете слышать Какой Володин прекрасный Какой он чудесный, мягкий, как котик Какой он сильный, мощнейший, мудрейший Управленец, руководитель Таких людей, как Вячеслав Викторович Володин Побольше бы Меня поразило то, что он был открытым Он хотел услышать от студентов Что они думают, что их волнует, что их интересует И как он обожает Россию и Путина На протяжении всего времени Путин принимал правильные решения Эффективные А мы, знаете, мы просто не можем не воспользоваться таким прекрасным поводом И не рассказать вам, что же на самом деле главный фанат Путина прячет И сколько у него денег Мы хотим стать взрослее, умнее И побольше пятерок добыть Чтобы окончить учебу с отличием И с Володиным в партии быть Мария, у наших зрителей мог возникнуть вопрос Что это за стихи? Ты их сама, что ли, написала, чтобы я их потом озвучивал? Это была бы хорошая идея, но нет Этим стихам уже много лет Это история из 2008 года Тогда обнаружились удивительные школьные тетрадки На обложке которых почему-то красовались стихи про Володина Ну и информация о конкурсе Единой России с другой стороны СМИ тогда обратили на это внимание И, мягко скажем, удивились Даже единороссы потом сказали, что все это провокация И сказали, что Володин никаких стихов не просил Они ему не нужны Но что-то кажется, это неправда Ведь стихов и песен появлялось все больше Если вам, дорогие зрители, кажется, что это какая-то дичь Что, во-первых, вы абсолютно правы А во-вторых, откладывайте все свои дела И усаживайтесь поудобнее Потому что в России действительно существует культ личности Володина Абсолютно рукотворный, придуманный и реализованный самим Володиным Но, знаете, прямо настоящий культ личности И существует он в отдельно взятом большом регионе России В Саратовской области Обращаемся к председателю Государственной Думы Вячеславу Викторовичу Володину Лента приурочена к 20-летию Отъезда нашего земляка из Саратова в Москву Спасибо Понятно Я рада, что встретила А Володин? Спасибо Это Володин из-за лукас Он умел требовать, невзирая на былые заслуги Он спросит так, что потом у тебя спина будет мокрая Еще очень долгое количество времени Слава благодарности нашему президенту Вадиму Владимировичу Путину Хорошо, что в этом мире есть единая Россия Служить было на своей стороне Но даже оппоненты признают, что этот человек сделал себя сам Я глядываюсь по сторонам и пытаюсь понять Мы перенеслись случайно в Северную Корею? Что это за хвалибные сюжеты? Что за восторги? Что за рукоплескания? Кажется, что мы попали в какую-то параллельную реальность Где в центре всего один человек Бродячие собаки? Володин прогонит Обрушилась стена? Володин починит В кино не показывают фильмы? Володин разберется Мусор под окном? Притесняет начальство? Негде сходить в туалет? Совсем разберется Володин Каждое его действие, каждая фраза, каждый выход Все это снимается специальной операторской группой На несколько камер с нескольких углов и даже с дрона За ним буквально по пятам следует группа журналистов с госканала Зачем? Никто не может ответить на это И почему вообще спикер парламента Человек, который должен отвечать за законотворчество Разгоняет бродячих собак И разбирает мусор под окном Такое ощущение, что что-то перепутано Что Володин не законодатель, не первое лицо в Госдуме А губернатор или мэр Или глава поселка А точнее глава всех поселков и городов Саратовской области одновременно Был бы год, заняться найдется чем Но на самом деле все очень просто Выборы И Володину очень нужны вы Особенно те, кто живет в Саратове И ради этого была запущена и оплачена за госсчет Абсолютно безумная, уникальная пиар-машина Целая инфраструктура, которая стоит сотни миллионов рублей И единственная цель которой Буквально слепить из ничего образ лучшего единоросса Влиятельного, но одновременно такого простого-простого и открытого Столичного, высокопоставленного, но такого работящего Благотворителя, но скромного Интересующегося не деньгами, не тем, как заработать, а как помочь людям Единственного человека, который может спасти Саратов А скорее всего и всю страну Этот образ не имеет ни малейшего отношения к реальности И мы с вами сегодня поэтапно и в подробностях Разберем и разрушим этот абсолютно мифический культ Одного человека И я обещаю, даже те люди, которые думали, что и так знают, что Володин и Жулик и вор Сильно удивятся Вячеслав Володин миллиардер Он тайно занимается крупным бизнесом Не когда-то там давно, как гласит легенда А прямо вот сейчас зарабатывает на этом безумные деньги, которые вы не увидите в декларации Точно так же вы не увидите там и его жену А она есть, и она тоже сказочно богата Тайный бизнес, секретная супруга, дачи, квартиры, самолет Ну и конечно же 85-летняя мама, которая за последние два года заработала миллиарды рублей Обо всем этом мы поговорим сегодня Но вернемся в Саратов Город, где Володин охотится, ну, за доверчивыми избирателями Вячеслав Викторович, несмотря на высокую должность, человек, скажем прямо, но не очень глубокий, не умный и вообще не изобретательный Предположу, что кто-то когда-то сказал Володину, что ключ к сердцу избирателя лежит через такие вот ролики Больше на объектах социальной сферы, чтобы не было подрядчиков, которые у нас не исполняют графики или некачественно работу делают Хватит! Вот где проектировщик? Научитесь работать Вы сами себе создаете проблемы Денег нет? Плохо Деньги появились? Опять плохо Почему? Раз в две недели, а то и чаще, Володин бросает свои дела в Госдуме и выходит на улицы Саратова с осмотром А дальше начинается аттракцион публичной порки Володин, как маленьких детей, отчитывает всех, кто попадается ему под руку Всех и за все Вот он отчитывает мэра Саратова за то, что тот профукал деньги на стройку Берите своих замов, берите помок и сюда на стройку отрабатывают В субботу, воскресенье Так же сделали? Так и делайте Потому что деньги профукали, конкурс сорвали Вот он учит жизни администрацию города Михаилович, за горожан надо биться Их права надо отстаивать От главы Вольского района, своего однопартийца, он просто не оставляет камня на камне Он обращается почему-то в этот момент, правда, не к главе города, а к камере Ну так нельзя Так нельзя А вот Володин уже в цирке, разносит в пух и прах директора и рабочих Вы что, позоритесь? Деньги нет, работы нет Жители города не могут сюда прийти Это что такое? Но не переживайте, пожалуйста, за этих людей Это всего лишь трюк фокусника или, ну, иллюзиониста На самом деле, этим чиновникам ничего не будет И глава Вольского района после публичной выволочки сохранил свой пост И даже министр строительства региона, которого Володин призывал уволиться, не уволился Зачем вы работаете в этой должности? Возьмите, отключите свой значок и уйдите Всего лишь пара минут позора на потеху публике и можно работать дальше Схема этих гениальных роликов абсолютно одинаковой и повторяется сотни раз Володин раздает указы мэрам, главам управ, завхозам Они покорно отчитываются перед ним, смотрят в пол и трепещут Вокруг обязательно стоят зеваки и завороженно наблюдают, как Вячеслав Викторович критикует качество щебня Щебень-то у вас, это же даже не щебень, это здесь опуха какая-то Потом он велит все исправить и благодаря этому все всегда заканчивается хорошо Сегодня на стройплощадке побывал председатель Госдумы Вячеслав Володин Для того, чтобы вот эти вот все вопросы были решены, здесь надо было много трудиться И вот наши мечты стали реальностью Вы можете сами зайти в инстаграм сторонников Володины из Саратова Кликнуть на любой ролик и я гарантирую вам почти всегда одно и то же По городу ходит барин, хозяин осматривает владения и принимает работы Спектр рекомендаций хозяйственного Вячеслава Викторовича, кстати, не очень широк Он в основном сводится к одному совету на все случаи жизни Поставьте детскую площадку Поставьте там современную самую детскую площадку Детские площадки Давайте детские площадки, не хватает детской площадки Есть участки детской площадки Детские площадки Здесь надо насыщать детскую площадку Немного тревожно за Саратов, ведь есть ощутимый риск, что весь город скоро превратится в одну огромную детскую площадку Несуразность происходящего никого не смущает и не вызывает ни единого вопроса Послушный мэр, как нашкодивший мальчуган, ходит за Володиным и кается Муленкова, Исаева и дорога Минякина Эти дороги реализовали, а эта дорога так и осталась нереализованной Ну а по телевизору потом обязательно расскажут о 12 подвигах Володина в день И даже снимут о нем биографический фильм Приуроченный, нет-нет, не к юбилею или дню рождения А к годовщине отъезда Володина в Москву Годовщине того, как Вячеслав Викторович покинул Саратовскую область Странно, что в регионе не объявили этот день трауром Как будто мы его давным-давно знаем, правда, вот такой вот он простой человек Володин сказал, школа будет построена И вот она уже построена, знаете, какая у нас здесь красавица появилась Он нашел решение проблемы И счел необходимым не только извиниться за грубость сотрудников Но и навестить Марию Александровну Я не знаю, на кого это рассчитано, но этот очень и очень посредственный спектакль В неизменном виде, с одними и теми же актерами, повторяется из недели в неделю И это все, конечно, смешно и нелепо, если бы не одно «но» Эти пресс-вояжи, не имеющие, напоминаю, никакого смысла, кроме пиар-поддержки Володина Стоят нам всем очень и очень дорого К сожалению, именно нам, а не Володину И на все есть средства Как, по-вашему, должен совершать свои предвыборные поездки действующий депутат Госдумы Который хочет переизбраться и продолжать штамповать репрессивные законы Попутно приворовывая себе на очередную виллу Он должен брать свою огромную зарплату В полмиллиона рублей в месяц минимум Отщипывать от нее малюсенький кусочек И покупать на эти деньги билеты в Воронеж, Орел или, не знаю, Ростов-на-Дону В общем, в тот регион, от которого он хочет избраться Володин заработал только за 2020 год по официальной декларации 84 миллиона рублей Этого хватит не то, что на билет на самолет, чтобы добраться до Саратова Этого хватит, чтобы хоть три раза в месяц арендовать теплоход с оркестром И плыть в Саратов по Волге Песни, танцы, приколы, маскарады, соревнования Словом, не аншлаг, а настоящий пионерский лагерь Но и этот роскошный способ перемещения Володина не устраивает Он предпочитает ездить по своим предвыборным делам другим способом Сев нам на шею Ну, не буквально, конечно, но на самом деле так и есть Смотрите сами Открываем телеграм-канал Володин Саратов Создается иллюзия, что Володин находится в Саратове всегда Каждый день по несколько новостей про деятельность Володина в Саратове Все время решает какие-то вопросы Мудро руководит губернатором региона и мэром города В канале регулярно пишут вот такие сообщения Вячеслав Володин сегодня работает в Саратовской области Берем 4 свежих сообщения 10 июля, 5 июня, 19 мая и 14 мая Этого достаточно, чтобы понять, как Володин добирается до Саратова 10 июля в Саратов прилетает супердорогой самолет Falcon 7X с номером рейса RSD-4 4 июля уже другой Falcon, но все с тем же номером садится в Саратове RSD-4 19 мая снова рейс RSD-4 выполняется на Falcon и приземляется в Саратове 14 мая, я думаю, вы уже догадались, что произошло Тот же самый самолет летит туда же Самое время усомниться Может быть, мы вас обманываем? И этот рейс на самом деле просто регулярный ежедневный рейс Москва-Саратов Увы, нет Посмотрите сами на раскраску самолета, ну, на ливрею Тут красуется флаг, герб и гордая надпись Россия Самолетами владеет администрация президента А управляет ими специальный летный отряд Россия Тот самый, что возит Путина по миру Когда видите, как Путин спускается из самолета на красную коровую дорожку То сзади будет стоять именно такой борт летного отряда Россия На таких самолетах возят всего, ну, несколько топовых чиновников По их исключительно важным государственным делам Международный саммит и встреч и официальные визиты Что касается номера рейса РСД-4 То это, похоже, личный номер рейса Володина Вне зависимости от самолета Куда бы он ни летел, номер будет всегда такой Четверка, видимо, означает, что летит четвертое лицо в государстве Вот рейс 30 июня летит в Душанбе Володин там же передает президенту Таджикистана ММЛ Рахмуну привет от Путина 27 апреля Володин требует в Питере от европейских стран Компенсации за ввоз на территорию России коронавируса Его личный рейс тоже там В общем, понятно И международные рабочие перелеты спикера И фактически личные предвыборные Для осмотра туалетов и тротуаров в Саратовской области Предоставляются Володину по одной схеме Он просто вызывает себе бесплатный самолет за счет бюджета Еще несколько цифр Мы все внимательно посчитали Самолеты с Володиным летали в Саратов за последний год 25 раз 25 раз туда и 25 раз, соответственно, обратно 50 полетов в общей сложности Правильно было бы сказать слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину Во сколько же эти 50 предвыборных полетов обошлись бюджету? Давайте посчитаем Тот же самолет Falcon 7X создан, чтобы летать на 11 тысяч километров Это другой конец земли А для коротких полетов в Саратов он не предназначен и стоит бюджету очень дорого В среднем более 20 тысяч долларов за сегмент Итого только за последний год полетов более чем на 1 миллион долларов 75 миллионов рублей из бюджета были потрачены на то, чтобы Володин появился в Саратове И под прицелом нескольких камер порекомендовал поставить детскую площадку С Володиным, владыкой земли Саратовской, мы разобрались Давайте теперь поглядим на другую ипостась Вячеслава Викторовича Еще одну грань его политического образа Володин благотворитель Сложно вспомнить еще одного другого человека, который занимается благотворительностью так много Вглядываешься в видео и кажется, вот-вот над спикером парламента появится ним Ну или он хотя бы сорвет с себя последние штаны и отдаст их нуждающемуся саратовцу Этот образ раздувался годами Источники из окружения Вячеслава Володина сообщили ТАСС, что Володин потратил 46 миллионов рублей на благотворительность Вау, вот это мощная работа с источниками, вот это журналистская удача Или другой год Помощница Володина рассказала, куда и сколько пожертвовал Володин И так каждый год, супер подробно, с перечислением каждого фонда и каждого проекта А если послушать новостные сюжеты из Саратова, то вообще складывается ощущение, что любая стройка, любой ремонт и любой праздник Все это благотворительный проект Вячеслава Володина Осенью 2020-го Вячеслав Володин предложил построить в Йелшанке дома Летом 2021-го благотворительный проект близится к завершению Проект является благотворительным Служебное жилье возводится в рамках благотворительного проекта В рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина Это новый благотворительный проект председателю Госдумы. Благотворительный проект в регионе, он реализуется при поддержке Вячеслава Володина. Вячеслав Володин отметил, что уже на этой неделе перечислит часть личных средств на начало строительства. Вячеслав Володин рассказал также о новом благотворительном проекте. Сомнения могут закраситься, если просто задуматься и посчитать. Если верить телевизору, соцсетям и прочим пиарщикам Володина, его благотворительными проектами являются... Десятки дорог и мостов, новый пляж на набережной Волги, реконструкция стадионов «Торпеда», «Волга» и «Спартак» и «Локомотив», строительство ледовой арены, приют для животных, ремонт полусотни больниц, поликлиник и даже строительство, грязелечебницы европейского уровня. Постараемся европейского уровня построить грязелечебницу в Чапаевске. Существует ли вообще в России или даже в мире человек, который потратил столько денег на благотворительность в одном городе? И как 40 миллионов может на это хватить? А ведь благодеяния Володина распространяются не только на Саратов, но и на всю Саратовскую область и даже на соседние регионы. Один Володин получается как небольшое государство. Он строит дома, дороги, школы и стадионы и реконструирует исторические особняки. Ну, конечно, такое невозможно и нереалистично. Но, как и в случае с постановочными выволочками чиновников, эта абсурдность никого не беспокоит. Мы разобрались, как же на самом деле работает благотворительность Володина. И обнаружили, что к Володину она имеет просто минимальное отношение. И это очередной аттракцион по обдуриванию избирателей. Давайте разберем один пример. Вячеслав Володин берет шефство над целым поселком Елшанка. Вячеслав Володин взял шефство и над поселком Елшанка. Вы помните схему? Володин приехал, Володин посмотрел, Володин все решил. Здесь то же самое. Он сам говорит, что он собирается реализовать там благотворительную программу. Снести бараки и построить многоквартирный дом. Валерий Алексеевич, я предлагаю снос этих домов провести в рамках благотворительной программы, которую мы постараемся с вами реализовать. Дом начинают строить и бесконечно славят Володина за такую благотворительность. Вы только посмотрите на этот сюжет на «России-1». Спецрепортаж. Маленькая девочка в тесном бараке играет на пианино. Они живут в ветхом неприкодном жилье, но потом появляется Володин. Их переселяют. Его показывают вдохновенно идущим под фортепианную музыку. А дом строится. Никаких сомнений, кто здесь главный. Эту стройку официально называют благотворительным проектом Вячеслава Володина. Напомним, десятиэтажный шестиподъездный дом возводится в рамках благотворительного проекта Вячеслава Володина. Руководительница приемной спикера Госдумы в присутствии съемочной группы советует жильцам поскорее выбирать мебель. Теперь уже у вас задача посмотреть, подобрать, наверное, мебель уже. Подумать о том, какая тут будет мебель, какая будет цифр. Тут же анонсируют, что это еще не все. И по инициативе Володина скоро начнется вообще новая жизнь. Сквер, парк и Ледовый дворец. Новая жизнь начнется у всего микрорайона по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. В ближайшие несколько лет в Елшанке появится сквер, парк с аттракционами, сельскохозяйственный рынок и Ледовый дворец. Так, ну и в чем тут проблема? Дом же новый, хорошо, что построили. Ну, во-первых, из ободранных бараков людей обязаны переселять не благотворительные фонды, а государство. Для этого существует федеральный бюджет, региональный бюджет. Для этого собираются налоги, чтобы люди не жили десятилетиями в трущобах. А во-вторых, ну, а при чем тут спикер Государственной Думы? Почему он этим занимается? Он же глава законодательного органа. Почему он лазает по стройкам и делает вид, что дарит людям квартиры? В-третьих, и в самых главных, это не благотворительный проект Вячеслава Володина. Володин не строил на свои деньги дом на 700 человек. Он делает символическое пожертвование, а сотни миллионов рублей, нужные для строительства, дают госкомпании «Газпром», «Транснефть» и другие. Но об этом по телевизору не рассказывают, и на сайте Володина тоже ни слова. А взглянешь в отчет «Газпрома» и оказывается, что вот это они оплатили. Или в отчет «Транснефти» деньги давали и они. И попросили, видимо, об этом никому почему-то не рассказывать. Вам может показаться, что это единичный случай. Ну, неудачно сформулировали или просто забыли упомянуть тех, чей на самом деле это благотворительный проект. Но это повторяется каждый раз. Каждый раз вы слышите благотворительный проект Вячеслава Володина. А на самом деле деньги дал кто-то еще. Еще пример. Главный проект Володина – Смоленская школа-интернат для одаренных детей. Она вообще считается чуть ли не его личной. А деньги на нее, как нам удалось подтвердить по телефону, давала компания «Лукойл». Вы можете сейчас с школой «Феникс» связаться? Они вам дадут необходимую информацию. И все, что они вам посчитают нужным дать по поводу... Ну, как бы мы просто оказали благотворительное пожертвование. Но безвозмездное. Ну, вот, как бы, но мы себя не пиарим, да. А еще АФК-система, ИСУЭК и лично олигарх, владелец «Новотека» Леонид Михельсон дал 80 миллионов рублей. Но обсуждать это с нами он почему-то не захотел. О Саратовском предуниверсарии точно слышали все жители города. Очередной благотворительный проект Вячеслава Викторовича. В итоге реализация этой идеи стала возможна в рамках благотворительного проекта спикера Госдумы Вячеслава Володина. Там он еще и попечитель учреждения. Федеральный политик является инициатором строительства и попечителем нового учебного заведения. Но на самом деле это учебное заведение построено на деньги ВТБ. Но об этом лояльную единороссу саратовские журналисты не говорят. Как минимум 100 миллионов рублей поступило из Госбанка. Столько же снова дал Леонид Михельсон. И даже несчастный фонтан. Восстановить один из символов города удалось благодаря благотворительному проекту спикера Государственной Думы Вячеслава Володина. Но казалось бы, фонтан-то можно самому оплатить. Но и тут все по накатанной. Благодаря Володину был реконструирован фонтан с цветом музыкой. Но на самом деле за все заплатил Сбербанк. Тут банк даже не скрывает свое пожертвование. Но саратовцам все равно расскажут, что за фонтан спасибо они должны говорить Вячеславу Володину. Ну вообще-то это же форма взятки. Госкомпании и олигархи тайно жертвуют сотни миллионов рублей. А Володин их тратит на свои пиар-проекты. То есть Транснефть, ВТБ, Газпром. Они оплачивают предвыборную пиар-компанию Володина. По телевизору один за одним выходят хвалебные сюжеты. Но ничего этого Володин не делал. Он взял просто чужие деньги, потратил их. А потом пришел сфотографироваться. Дорогие саратовцы, обращаюсь к вам напрямую. Посмотрите, это ваш хваленый Володин. Это представление, оно для вас. Вам рассказывают по телевизору и в интернете, что Володин ваш спаситель и благодетель. Но это все не так. Это целиком и полностью выдумка постановков в самом прямом смысле этого слова. Володин держит вас за идиотов. Обманывает просто для того, чтобы вы пришли и проголосовали за него. Не делайте этого ни в коем случае. Какие-то заслуги и вещи Володин себе приписывает, а какие-то наоборот скрывает. Приоткроем же завесу тайны с широко обсуждаемой темы. Посмотрите на этот документ. Все, наверное, его знают. Перед нами декларация. Сразу бросается в глаза. Доход 84 миллиона. Но об этом мы поговорим чуть позже. А сейчас сконцентрируемся на том, чего здесь нет. А точнее, кого здесь нет. Вот тут обычно указана супруга. Ну, или супруг. И дальше заполняется точно так же. Имущество, транспорт, доход. У Володина в декларации жены пусто. Никого нет. А теперь посмотрите на свежую фотографию. 2020 год. Кольцо. И на эту 2019 года. Снова кольцо. И в 2018 тоже. И так далее. До 2013 года. И на графу про детей в декларации тоже обратите внимание. Их количество неумолимо увеличивается. Тоже с 2013 года. Косвенные улики указывают на то, что у Володины все-таки супруга есть. Человек носит обручальное кольцо. У него появляются новые дети. Но зачем нам косвенные улики? Давайте лучше посмотрим на реестр юридических лиц. Вот структура, которую основала мама Володина и незнакомая нам какая-то Яна Полякина. Которая в начале 2020 года стала Яной Володиной. Она и есть настоящая супруга нашего спикера Единороса. Но отношения они официально не оформляют. Кольцо носит, фамилию сменила. Все атрибуты есть, кроме штампа. И сейчас мы вам расскажем, почему. И это сделано не случайно. Яна Полякина родилась в 1987 году в Мордовии. В это время Вячеслав Володин уже начал политическую карьеру. Работал председателем студенческого правкома. И носил в кармане еще не миллиарды, но уже фарт-билет КПСС. Полякина из очень небогатой семьи. Ее родители жили в мордовском селе Большое Игнатово. В маленькой квартирке 43 квадратных метра. Сама Полякина вначале работала в Мордовском дворце культуры. В 21 год уже в Саратове она открыла фирму «Саратовский дом печати». Второй учредительницей там была Панкова Нина Александровна, 1937 года рождения. Это мать многолетнего, ближайшего соратника Володина. И тоже, кстати, депутата Госдумы от Саратова, Николая Панкова. Скорее всего, когда-то тогда, в конце нулевых, наша скромная Яна и познакомилась на тот момент с заместителем председателя Госдумы Вячеславом Володиным. Ну, поближе познакомилась. Что отразилось на ее благосостоянии. В 2008 году 21-летняя Полякина купила квартиру в Москве. Первую квартиру в Москве. 83 квадратных метра на улице Академика Анохина. Стоимость 25 миллионов рублей. В 2013 году у Володина в декларации появляется несовершеннолетний сын. А у Яны Полякиной новые дорогие объекты недвижимости. Например, квартира на улице Усачева в Москве. 373 квадратных метра за 500 миллионов рублей. Вот 26 лет купила. Какая молодец. Но это еще не все. Через две недели она покупает еще и 1000-метровый особняк в Подмосковье стоимостью 200 миллионов рублей. Это уже неудивительно. Девушка явно обеспеченная. Но интересно, где он находится. Вот дача Володина официально из декларации. А вот дом Яны. Чуть раньше, кстати, она купила еще и 172-метровый таунхаус тут же, неподалеку. За это время Яна успела поездить на Инфинити, на Кадиллаке и Скалейт, на внедорожнике Порш стоимостью от 6 миллионов рублей. Подводим итоги. Все это имущество Яны, более чем на 700 миллионов рублей и Кадиллаке, и Порше. Володину надо было бы декларировать, если бы он не просто носил кольцо, а официально зарегистрировал брак. Согласитесь, выглядела бы декларация не очень. Избиратели в Саратове могли бы не оценить. Поэтому Вячеслав Викторович, наш политик из народа, честный и прозрачный человек, просто не оформляет брак с Яной. Нет жены, нет дополнительных вопросов, откуда у нее столько денег. А это самый главный такой момент. Но даже если забыть про скрытые с декларацией имущества жены, сам Володин не сильно стесняется. В 2020 году задекларировал 84 миллиона рублей, в 2019 — 100, в 2018 — 71. Такой доход не может не вызывать вопросов. И он вызывал. Мы публиковали расследование про его дачу еще в 2013 году. Потом, в 2018 мы обнаружили у его на тот момент 82-летней мамы квартиру площадью 400 квадратных метров в элитном московском жилом комплексе. Стоит такая примерно 230 миллионов рублей. И мы тоже задавали вопросы. Володин — человек, который провел на госслужбе и в публичной политике вообще всю жизнь. Откуда у него могут быть такие деньги? Никто не может ответить на это. Володин отсылает нас вот к этой строке своей биографии. В 1999 году на протяжении 10 месяцев между работой вице-губернатором и переездом в Москву в Госдуму он участвовал в создании бизнес-структур. Участвовал в создании бизнес-структур. И это все. Формулировка настолько бессмысленная и ничего не значащая, что кроме как в статьях о Володине больше она не встречается вообще нигде. Володин несколько раз публично объяснял, откуда у него деньги. Давайте послушаем. Я говорю, у меня были акции до 2007 года. В 2007 году я акции продал. Дальше у меня на счет пришла вот такая сумма. Под акциями он имел в виду акции компании «Солнечные продукты». Это такой холдинг, включающий в себя несколько масложировых комбинатов. В Саратове, Новосибирске, Армавире и в Москве. Они производят майонез, подсолнечное масло, горчицу и другую разную продукцию из жиров. Существует огромное количество вопросов к этой истории. Откуда у тогда еще вице-губернатора появились акции изначально? За сколько он их купил и откуда у него деньги? Ну а главное, почему сам Володин не помнит и путается, за сколько он эти акции продал? Это серьезный вопрос. В 2017 году Володин заявлял, что доход от продажи акций составил 592 миллиона рублей. Эту же сумму подтвердила и антикоррупционная проверка, проведенная администрацией президента по нашему требованию. То есть, ну, официально и некуда. Но уже через год Володин меняет свои показания и говорит, что нет, от продажи акций он получил 100 миллионов долларов. И еще 100 миллионов долларов получила его мать, у которой тоже, оказывается, были акции. Это вообще очень удобно. В зависимости от надобности сумма меняется. Ну понятно, миллиард, он миллиард. Это и миллион, миллион. С мамой акционером история совсем смехотворная. 70-летняя инвестор, у которой бизнес-активов минимум на 100 миллионов долларов, приглашала в свой дом журналистов. И вышла очаровательная статья, правда, уже удалена. Про простую женщину, бывшую учительницу в небольшой саратовской квартирке. С салфетками на этажерках, с посиделками со старушками у подъездов. Достаточно странная атмосфера для владельца одного из самых крупных производителей подсолнечного масла и майонеза в стране. Пенсионерка рассказывает, что никаких привилегий и льгот у нее нет. Живет она обычной жизнью. Только потом оказывается, что в 82 года она купила 400-метровый пентхаус в Москве. Но в любом случае, какой бы мутная история с бизнесом Володина ни была, она закончилась. Это то, что Володин многократно и очень четко повторял. Я все продал в 2007 году. Неважно даже за сколько, главное, что продал. Из бизнеса вышел. 14 лет уже занимается только политикой. Поверим ли мы Вячеславу Викторовичу? Нет. Чтобы обнаружить, на чем Володин зарабатывает деньги и куда он их прячет, мы отправляемся, да, в общем, никуда мы не отправимся. Потому что ключ к разгадке секретной бизнес-империи Володина находится в Саратове. Посмотрите на это здание. Тут у Володина есть огромная 185-метровая квартира. Он ее купил в 1999 году. То есть заработал на нее на посту вице-губернатора. Потом Володин нарушал закон и не декларировал эту квартиру. В 2006 году перед выборами переписал квартиру на мать. А потом квартира оказалась у компании «Инвест Холдинг». Эта фирма принадлежит ей самой и другому родственнику. Папе тайной жены Володины Яны Полякиной. И вот эта самая фирма распахивает дверь в бизнес-империю Володина. На эту компанию и ее дочерний «Инвест Плюс» оформлено все то, чем Володин не хочет владеть официально. Например, двухэтажный пентхаус в Москве за полмиллиарда рублей, который раньше принадлежал жене Володина Яне Полякиной. Им же принадлежат офисные помещения на Братиславской площадью 450 квадратных метров. Они стоят 75 миллионов рублей. «Инвест Плюсу» принадлежит 870-метровый особняк по адресу город Саратов, улица Советская, дом 10. Вот он, красивое здание 1917 года постройки. А сидит там сейчас, внимание, Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» и платит за аренду прямиком володинской семье 732 тысячи рублей в месяц. «Прибыль получили, надо нам делать второй шаг». Но главный актив – это не квартиры и не офисы. В 2005 году холдинг «Солнечные продукты», а точнее головная компания «Букет» стал собственником московского жирового комбината. У Володина на тот момент еще была доля в «Солнечных продуктах». Это было до продажи акций. Этот комбинат – это, можно сказать, старое легендарное московское предприятие. Его открывал еще «Микоян». И с 30-х годов оно производило растительное масло, маргарин, ну а позже они начали производить знаменитый майонез – московский «Провансаль». Очень крупное предприятие. Завод располагался в стекстильщиках на территории 20 гектаров. Еще один цех располагался на западе Москвы, прямо на Москва-реке. Прекрасное место – почти 3 гектара. В 2013 году завод решили закрыть, перевести производство куда-то еще, а на его территориях построить огромные жилые комплексы. Но стойте, а зачем мы все это рассказываем? Ведь Володин с 2007 года не имеет никакого отношения к этому. Он продал акции. Какая нам разница, по сути, что происходит с жировым комбинатом? Но акции – это не единственный способ зарабатывать. Правильно? Наш хитренький спикер придумал следующую схему. Земля под московским комбинатом принадлежит городу. У предприятия она находилась в де-факто бессрочной аренде на десятки лет вперед. И в 2010 году жировой комбинат начинает реорганизацию. Разделяется на три фирмы. Непосредственно комбинат, отвечающий за производство – это Саратовский АО «Жировой комбинат». И две отдельные компании. На них переписали недвижимость. То есть здание самого завода, производственные цеха, ну и права на бессрочную аренду земли у города. Таким образом, земля под комбинатом в текстильщиках оказалась у АО «Гре Воронова». А земля на западе – в мневниках у АО «Инспайр». И жировой комбинат начал эту землю у фирм арендовать. Собственники новых двух фирм были неизвестны. Но казалось, что в целом это, скорее всего, одна группа компаний. Это же все в рамках реорганизации происходило. Но нет. Мы выяснили, что настоящими владельцами этих фирм и следственно всей недвижимости комбината стал Володин. А точнее, его семья. Семья – это и родители, и бабушка, и дедушка, и близкие родственники, и ребенок. Смотрите, отчет АО «Грай Воронова». Сейчас он переименован в Волжский парк. 17,3% у инвестхолдинга, который принадлежит матери и тестью Володина. И еще 23,5% лично записано на тесте. Вот он, Юрий Геннадьевич Полякин. А теперь смотрим отчет АО «Инспайр». Там все еще проще. Все 100% акций принадлежат инвестхолдингу и Полякину. Ни одного чужого человека. Вот так Володин вышел из масложирового бизнеса. Захватил с собой всю землю, все здания и цеха крупнейшего комбината. Но даже это еще не все. У нас есть дополнительные средства. С землей-то надо что-то делать, как-то зарабатывать. Глупо просто гулять по золотым московским гектарам, отбиваясь от борщевика. Ведь вместо этого можно построить элитное жилье. Где злато, там мое сердце. Володин так и поступил. Но строить решил не сам, а просто продал всю землю крупным московским застройщикам. В текстильщиках вместо завода теперь вот такой замечательный жилой комплекс. Его строит компания «Пик». Семья Володина отдала им все, что здесь было, и недурно заработала. Полтора миллиарда рублей. Из территории цеха на Москва-реке та же самая история. Там теперь элитное жилье. Сумма сделки, исходя из стоимости земли, экспертами оценена в 3 миллиарда рублей. А мы помним, что там вообще фирма полностью принадлежит володинской семье. Ну, неплохо так обогатились. Смешно, что все это время СМИ, писавшие про продажу этих участков, считали, что земля масложирового комбината принадлежит масложировому комбинату. С удовольствием исправляем это недоразумение. Земли давно были у СМИ председателя Госдумы Вячеслава Володина, и он заработал на них почти 5 миллиардов рублей. Правильно было бы сказать слова благодарности нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И тут еще я хочу буквально на секундочку вернуться к вопросу благотворительности. Обратите внимание на заголовки, они выходят каждый год. Володин потратил половину своего дохода на благотворительность. Заработал 80, отдал 40. Так вот, доход Володина за проданный в 2019 году завод в текстильщиках полтора миллиарда рублей, плюс еще 100 официальных из деклараций. То есть половина это 800 миллионов рублей, а 40 это 2,5 процента, а не половина. 155-е доказательство того, что ни одному слову единоросса верить нельзя. Это благотворительный проект. Мы доказали, что Володин миллиардер. Мы показали, на чем он зарабатывает. Дело за малым, осталось посмотреть, на что же он все это потратил. Отправиться в очередное место, где стройка руководит лично Вячеслав Володин. Но оно не в Саратовской области. Онлайн-трансляции оттуда в Володинском инстаграме не ведется. В СМИ не выходят регулярные сюжеты о том, какие здесь чудесные спортивные площадки. Речь, конечно, о любимой даче Вячеслава Володина. Мы показывали ее еще в 2013 году, но с тех пор, знаете, и Володин продвинулся по карьерной лестнице, и дача его заметно похорошила. Вот она, знаменитая подмосковная резиденция Вячеслава Володина площадью почти 2 гектара. То, что это дом непростого человека, можно видеть даже вот по этой будке охраны. Слева видим замаскированную вертолетную площадку, ну, закамуфлировал, чтобы, видимо, враг не высадился. А перед ней раскинулся чудесный пруд, его площадь 4000 квадратных метров. В пруду Володин сам рассказывал, он разводит самов и форель. Тут же первая небольшая беседка, от нее идет мост на собственный островок. И с островка открывается чудесный вид на пирс и незадекларированный домик для уточки. Ну, видимо, наличие такого в доме каждого единоросса – личное указание лидера партии Дмитрия Медведева. А справа уже совсем солидная беседка – 250 квадратных метров. Летим дальше, навстречу роскошным садам спикера Володина. Слева 200-метровый гостевой дом с колоннами, а по центру детская спортивная площадка. Построена, как и все остальные площадки в нашем расследовании, при личном участии Вячеслава Володина. И тоже, кстати, на сомнительные деньги. Слева заметны теплицы и грядки. Там, не сомневаемся, Вячеслав Викторович и проводит свои выходные с тяпочкой и секатором. Справа стоит 460-метровый гостевой дом с тремя машинными местами. Интересно, зачем? Ведь в декларации Володина указано ровно ноль автомобилей. Ничего нет ни в собственности, ни в пользование. И мы разворачиваемся на главную жемчужину Володинской дачи – барский дом площадью 1000 квадратных метров. К дому ведет широкая лестница с перилами. Видим три этажа. Каждый украшен дорическими колоннами. На втором этаже балкон с нарядами-балясинами. Поднимаемся выше, летим вперед, видим острый шпиль. Он служит громоотводом каждый раз, когда в Володина с неба бьют молнии после его речей о борьбе с коррупцией. Летим дальше к лесу. Тут заканчиваются владения Володина и начинаются земли, оформленные на его семью. Лететь совсем близко. Вот все буквально в шаговой доступности. Справа находится 2300-метровый участок, оформленный на Юрия Полякина, тестя Володина. На участке стоит 930-метровый дом, чуть меньше дома самого Володина. А слева видим точно такой же 2300-метровый участок, которым владеет Лидия Барабанова, мать Володина. Площадь ее дома около 700 квадратных метров. Солидно для одной пенсионерки, хоть и миллиардерша. А теперь поговорим о выборах. Ведь Володин не только в них участвует, но еще за них отвечает. Важно оградить от таких людей власть, потому что это все может привести к плохим последствиям. До Госдумы Володин работал заместителем руководителя администрации президента. Он отвечал за внутреннюю политику. Ну а неофициально считается, что Саратовская, а также соседние Пензенская и Волгоградская области являются политической вочиной Володина. Он головой отвечает за результат там перед своим любимым начальником Путиным. Весь мир понимает, что России повезло, у них есть сильный Путин. И как вы уже могли заметить, где бы Володин не брался за дело, он очень рьяно старается. Но получается, как правило, достаточно нелепо. На прошлых выборах в Госдуму Володин прославился так называемой Саратовской аномалией. Его аналитических способностей хватило на то, чтобы понять, что рисовать Едино-России 80 чеченских процентов в Саратове, это как-то, ну, не очень реалистично. Ложь как плесень, она гибнет на свету. Поэтому он решил нарисовать, но поменьше. Ну, а на аккуратное исполнение этой фальсификации таланта и ума Вячеслава Викторовича уже не хватило. Он сказал местному избиркому, нужна скромная цифра еще такая, чтобы никто не догадался, ну, неровная. 62,2%, например. Но они взяли под козырек и на более чем 100 избирательных участков в Саратовской области Единая Россия показала один и тот же результат. 62,2% голосов. Ну, сколько бы человек ни пришло, какая бы ни была явка, везде один и тот же процент у Единой России. Во главе регионального списка в тот раз был как раз Володин. И это сделано не случайно. Математики посчитали, что вероятность того, что это произошло случайно, а не в результате просто переписанных протоколов, такая же, как если бы я сейчас подкидывала монетку и 150 раз подряд выпала бы решка. Прошло 5 лет. В этом сентябре будут снова выборы в Госдуму. И в этот раз Володин идет не по списку, а по одномандатному округу. Вот тут, округ номер 163. Туда входят Кировский, Ленинский и Фрунденский районы города Саратова. Почти 500 тысяч избирателей. Посмотрите внимательно на карту. Может быть, вы прописаны там или знаете кого-то, кто там живет. Поэтому, кстати, округу должен был идти знаменитый саратовский депутат-коммунист Бондаренко. Но Володин лишил нас удовольствия понаблюдать за этой схваткой. И сам себе назначил соперников послабее. Чтобы ни одна мышь не пробежала, чтобы ни единого шанса проиграть. На это его расчет. Но вы же помните, все, что делает Володин, он делает старательно, но делает плохо. И разрушить планы Володина можете вы, все те, кто смотрит сейчас этот ролик. В первую очередь те, кто живет и прописан в Саратове. У вас есть прекрасно работающий инструмент. Умное голосование. А это самый главный такой момент. Если все проголосуют одинаково за одного противника Володина, а не за нескольких, голоса сложатся. И Володин эти выборы проиграет. Это очень простая и очень действенная тактика. И даже Володин это понимает. И он будет фальсифицировать изо всех сил. Сгонять бюджетников. Не допускать наблюдателей. Вбрасывать. Переписывать протоколы. Для него принципиально важно победить самому. И сделать вид, что в Саратове все обожают единую Россию и Путина. Не нефть и газ. Наш преимущество. Как вы видите. И нефть и газ могут падать в цене. Наши преимущества Путин. И мы его должны защитить. А мы обязаны не дать жуликам-единоросам украсть выборы для Володина. Мы планируем отправить по три независимых наблюдателя. На каждый ключевой избирательный участок в России. А на Володинский мы специально отправим еще больше. Внимание всей страны должно быть приковано к Саратову. Мы постараемся сделать все, чтобы у них не было возможности фальсифицировать. Вбрасывать и переписывать. А вы должны нам помочь. Если вы живете в Саратове и на работе вас запугивают увольнением и заставляют идти голосовать за Володина, идите, но не голосуйте за него. Поставьте галочку за другого кандидата, предложенного умным голосованием. Здесь нечего бояться. Ваш начальник не увидит бюллетень, он не будет стоять с вами в кабинке. Проверить, за кого именно вы проголосовали, невозможно. Если вы член участковой комиссии, не поддавайтесь на давление, не перерисовывайте бюллетени. Даже если руководство ввелело. Это уголовное преступление. И если вас поймают, поверьте, Володины и единороссы не будут вас спасать. Они сделают вид, что это вы сами решили фальсифицировать. Они здесь ни при чем. Наказать нужно вас. Ну и наконец, если вы избиратель и живете в округе Володина, умное голосование. Я понимаю, это может быть неприятно и противно. Голосовать не за того кандидата, который тебе нравится, а за того, у кого шансы победить есть. Но давайте спустимся на землю. Хороших и независимых кандидатов на эти выборы вообще не допустили. Это не настоящие выборы. Здесь не идет борьба разных повесток, разных программ и крутых политиков. Сентябрьское голосование – это просто процедура набора в парламент, нужного Путину количества единороссов, чтобы можно было делать все, что вздумается. Повышать пенсионный возраст, обнуляться, переписывать конституцию, воровать и сажать людей. И единственная задача, которая стоит перед нами в этом году – сделать так, чтобы единороссов стало как можно меньше. А что касается кандидатуры Володина, то знаете что? Мне кажется, что это вопрос совести и принципа даже. Показать этому мерзкому врунишке, который возомнил себя владыкой Саратовской области, что он никакой не барин и не хозяин. Что вы не дадите себя обмануть с помощью постановочных роликов и телевизионных сюжетов. Что за детскую площадку у вас не купить. Вам и так положены эти площадки. А Володин просто продает вам второй раз то, что уже на самом деле ваше. Это недопустимо, это не нравится никому. 75 миллионов рублей в год из бюджета Володин тратит только на то, чтобы прилететь к вам в Саратов на частном самолете, походить по раздолбанным дорогам, обругать всех, пощеголять перед камерой и снова улететь обратно в Москву. Вот сайт умного голосования. Здесь можно зарегистрироваться, это займет полминуты. Можно не писать свое имя, никаких личных данных. Вы просто оставляете нам способ связаться с вами за несколько дней до выборов. И показать вам. Вот кандидат Иванов. Его рейтинг условно 20%. Но если все, кто раньше голосовал за Петрова, Сидорова или Смирнова, проголосуют за Иванова в этот раз, то у него будет не 20%, а 50%. Любой человек, вот буквально любой будет лучше, чем депутат Единоросс. Не нравится сайт? Скачайте приложение. Но самое главное, не упускайте эту возможность. Не игнорируйте выборы. Потому что и так все понятно, и ничего не изменится. Если ничего не делает, ну да, действительно, ничего не изменится. А если объединиться и проголосовать по-умному, то изменится. Как это уже произошло на выборах позапрошлого года и прошлого года. Участвуйте в умном голосовании. А также, вот важно, вот специальный анонимный ящик для отправки сообщений. А вот наш бот в Телеграме. И вот даже специальный имейл, если вам так будет удобнее. Пишите нам, если вам известно что-то о Володине или о других жуликах-единороссах, которые в этом году хотят прорваться в Госдуму. И не забудьте подписываться на этот канал. Здесь говорят правду. Свободу Алексею Навальному.